Друзья, я вас приветствую на канале Вязаная История. Меня зовут Юля и я очень рада, что вы ко мне заглядываете. Сегодня мы с вами будем просто болтать, отдыхать. Сегодня будет информация, скорее, наверное, даже обо мне, нежели о вязании. Конечно, все обо мне на вязальную тематику, могу так сказать. Я буду, наконец-то, давать ответ. Простите, у меня тут кот пытается сожрать мой гербарий. Я дам ответы на очень классный, вдохновляющий тег. Тег называется «Вдохновение блогера». Автор тега Вера Костовшева. У нее канал называется «Вера Костовшева. Вдохновляюсь жизнью». Классный канал, мне безумно нравится. Ее подача информации, ее жизнерадостная позиция. Я с удовольствием смотрю и действительно я вдохновляюсь на ее канале, могу так смело сказать. Конечно же, ссылочку на автора я оставлю в инфобоксе. Поэтому, кто из моих зрителей еще не знаком с Верочкой, после просмотра этого тега, обязательно загляните к ней на канал и познакомьтесь ближе. А я предлагаю не сидеть, снимать лицом в кадре, а перейти на стол. Я буду вязать свой капор, потому что я его никак не могу продвинуть и давать ответы на вопросы. Вопросов 10. Не так уж и много, надеюсь, займу вашего времени. Ну что, друзья, я уже за столом вяжу свой жилет. Многие его видят впервые, потому что я его еще никому не показывала. Вот такой красавчик у меня получается. Буквально немножечко отвязано этого жилета, но он мне безумно нравится. Итак, приступаем к ответам на вопросы. И первый вопрос у нас звучит следующим образом. Что или кто вдохновил вас на открытие канала? Наверное, сложились просто так обстоятельства, что мне захотелось открыть себе канал. То есть сказать четко, что кто-то меня именно конкретный человек вдохновил, я не могу. Ну, да и обстоятельств как таковых я не могу назвать. Во-первых, это было не вчера, а довольно давно. Поэтому здесь, ну, скорее всего, нет идейного вдохновителя. Я немножко понимала, что и как нужно делать на Ютубе, так как в свете событий я работала, вела группы в социальных сетях. И это было мне интересно. Поэтому куда идти, как двигаться, я понимала. Ну, я не понимала, как ставить камеру, как снимать. И все остальные нюансы тоже доходило, как бы сказать, самостоятельно. Где-то советовали мои зрители, где-то советовали читатели. В общем, это все было со временем. Разные были, конечно, советы, но по-разному все-таки. Поэтому, возвращаясь к вопросу идейного вдохновителя, как такового у меня не было ни человека, ни свечи. Просто сложились обстоятельства, могу так сказать. Второй вопрос. Бывает ли, что снимаете больше одного видео в день? Да, откровенно говоря, у меня такое бывает. И бывает очень часто. Особенно сейчас, когда я выпускаю ежедневно ролики. Мне это интересно. Пока есть у меня силы, время и вдохновение, я выпускаю видео ежедневно на различные абсолютно темы. Делюсь с вами эмоциями. Также я стараюсь регулярно снимать влог. Поэтому, когда я снимаю влог, я тоже снимаю видео и рассказываю вам о своих продвижениях. Если у меня никаких нет продвижений, то, естественно, я камеру не включаю и ничего не рассказываю. Поэтому влог – это как бы даже отдельный кусочек видео. А видео, которое выходит, это отдельная уже тема. Вот уже даже два видео я снимаю в один день, получается. То есть, видео и кусочек еще видео к нему. Следующий вопрос у нас. Где берете тему для видео? Ой, темы для видео лежат у нас на поверхности. Их очень много. Кто-то из вас написал в комментариях вопрос. А вот расскажите, пожалуйста, вот это, вот это. А подскажите, как это, это. И уже, вот вам, пожалуйста, тема для видео. Вдохновилась моделью. Решила поделиться с вами. Рассказать, как ее вязать. Получилось. Связала интересный узор. Поделилась с вами. Вот вам уже темы для видео. Взглянула к девчонкам на канал. У них какая-то интересная тема. Вот как Верочкин тех. Я увидела. Он меня прям вот вдохновил этот тех. Я, естественно, ну все, я бросила. Села снимать видео. Темы для съемок видео полно. Главное желание. Главный настрой. И почему бы нет. Почему иногда не хочется снимать? Хороший вопрос. Потому что многие думают, что ты робот. И ты снимаешь постоянно. Нет, я не робот. И другие девочки-блогеры, я уверена, тоже не роботы. У них нет команды операторов, команды монтажеров. По-моему, так это звучит. Извините, поправьте меня, если я неправильно вызовываю. Те, кто монтирует видео. То есть многие из нас это все делают самостоятельно. И как ни крути, особенно вязальный блогер, для того, чтобы снять видео, нужно, особенно вот влоги, да, нужно вязать. Вязать и что-то показывать готового. То есть идет работа вязания. Идет работа обработки информации. Идет работа со зрителем. И как ни крути, наступает тот момент, когда ты устаешь. Когда ты пересытился всем этим, и тебе хочется просто отдохнуть. Благо, я себе это могу позволить. И если мне нет желания снимать, то я не снимаю. К примеру, вчера, вчера у нас была среда, я вообще не снимала, камеру не включала, потому что мне просто было не до этого. Я полдня провела, можно так сказать, в Харькове. Ездила, сдавала анализы. Ну, не полдня, я с самого утра рано поехала. Ближе там, в 10, начале 11 я освободилась в день. Для меня это полдня, мне кажется, прошло. И вот такие вот нюансы. То есть ты устаешь. Меня поездки очень утомляют. Поэтому, если я куда-то поехала, уже в этот день я вряд ли буду снимать. Вот, к примеру, точно так же меня ждет понедельник. В понедельник у меня в планах куда-то ехать. И времени на съемку однозначно у меня не будет в понедельник. То есть в те дни, когда я где-то езжу, я ничего не снимаю. В выходные я тоже стараюсь не снимать. Кроме вот субботнего влога, там кусочек я сняла. Бывают исключения, есть правила. Правила на то и есть, чтобы их нарушать, да. Но устаешь, поэтому хочется отдыха, перезаряда. Поэтому и не снимать, мне кажется так. В четвертом мы уже ответили. Пятый вопрос. Влияют ли комментарии и количество просмотров на ваше вдохновение? Вдохновение на съемку влияет. Вдохновение на вязание, наверное, нет. Я вижу с сокровнейшим удовольствием. Вообще мне безумно нравится общаться в комментариях со зрителем. Многими зрителями мы уже вживую в жизни общаемся. Я имею в виду... Со многими зрителями я общаюсь за пределами уже Ютуба. В группах иногда по интересам есть. Просто лично общаемся в социальных сетях. Поэтому это очень классно. Это радует, что вот такой вот расширился круг общения у тебя. Благодаря тем же комментариям элементарным. Ведь кто-то прокомментировал видео. Мы нашли, завязался, делал лох. Поэтому очень много значит, комментарии. Количество просмотров, ну это такое дело. Ведь ты человека не заставишь смотреть. В принципе, как и комментировать, ты не можешь никого заставить. Это все делается по желанию, по мотивации. Знаете, что меня больше всего, наверное, разочаровывает в этом моменте, если уж мы начали говорить. Я не хотела отвечать на этот вопрос. Но все же. Меня очень сильно разочаровывает тот факт, когда ты общаешься с человеком довольно длительное время, да, и тебе человек потом начинает предъявлять какие-то претензии или еще что-то. Особенно, когда человек становится блогером, а ты не смотришь его видео. То есть я же смотрела тебя, я же общалась с тобой. Почему ты не общаешься? Почему ты не смотришь? Ну, во-первых, смотрю или не смотрю, это не показатель. Человек не может знать, потому что не всегда есть возможность комментировать. Мне так кажется, я не знаю, возможно, я не права. И я обязана оставлять везде комментарии, не знаю. Но иногда нет возможности у тебя комментировать. Это же нормальное явление. Почему человек этого не хочет понимать или не знает. Так вот, не всегда есть возможность комментировать. И тут непонятно, смотришь ты или нет. Ну, и есть такой нюанс, когда мне неинтересно. Да, мы знакомы, да, мне интересно, человек снимает. Ну, какие-то странные, какие-то скучные видео. Не знаю, мне так кажется. Возможно, поэтому я никого, как говорится. Я вообще, кому я прихожу на канал и смотрю видео, это я прихожу по личному призванию, как говорится. Мне это интересно, я посмотрела. Я не считаю, что кого-то можно даже дружбой заставить смотреть видео. Зачем тогда такая дружба? Это не дружба, это взаимовыгод тогда получается. В общем, комментарии меня вдохновляют. Я получаю максимум этого удовольствия. Просмотры, ну, да. Наверное, тоже вдохновляют. Ну, не на там прям, чтобы казалось, что я вот без них никуда и никак. Мне кажется, и без них я могу обойтись. Это мое такое мнение. Так, следующий вопрос. Подождите, что у меня с этим светом? Мне не нравится. Сейчас я свет попробую чуть-чуть подстроить. Вот так мне больше нравится. Ой, мне чуть-чуть видно. А тут бежу и вслепую, как котенок бежу. Шестой вопрос. Шестой вопрос. Кто или что вас вдохновляет на новый проект? На новый проект меня может вдохновить любая мелочь. Любая мелочь. У меня прекрасное строение. Все. Я получила максимум вдохновения и уже вижу новый процесс. Я посмотрела какой-то фильм, видео. Там какая-то деталь милкнула. Меня это заинтриговало, заинтересовало. Все, я хочу. Я заглянула на Пинтерест. Там столько красоты. Все, мне что-то обязательно нужно. Я заглянула в Инстаграм. В Инстаграме та же история, та же Петрушка. Опять же вдохновение. У меня... Я вдохновляюсь от любой мелочи в плане вязания. Поэтому от общения с людьми по интересам. Мы пообщались, поболтали. Вот так вот родился новый совместный проект, да, который сейчас идет у Лены Казаченко на канале. Один плюс один. Дальше я не помню название. Простите, пожалуйста, меня. Там мы вяжем пальто. А пальто я мечтала давно. Какое именно пальто я никогда не думала. Но вязаное пальто мне очень хотелось. Вот так вот по щелчку я вяжу пальто. Теперь, как говорится. Поэтому жилет тоже я видела. Различные фотографии в Инстаграме. Мне нравились эти жилеты, модельки. Я решила, что я тоже такое хочу. Только вот немножко не такое. Ну, как говорится, с перловыми мутровыми пуговицами, да, грубо выражаясь. Под себя подстроенная, адаптированная, чтобы это смотрелось актуально на моей фигуре. То есть вот эти все нюансы, конечно же, меня очень сильно вдохновляют. Так. Следующий вопрос. Вам интересен процесс съемки, фото и монтажа? Да. Очень мне интересно. Мне интересно во всем этом разбираться. Мне интересно смотреть. На сегодняшний день я освоила две программы монтажа на компьютере. И программу на телефоне. То есть, в принципе, теперь я, например, буду, если где-то, например, на отдыхе, у меня будет доступ к интернету, но у меня не будет ноутбука, я смогу смело смонтировать видео на телефоне. То есть, пока я монтирую по-прежнему на компьютере, я стараюсь не... Ну, потому что телефон это все равно, как ни крути, неудобно. Там маленькая картинка, довольно сложно попадать при обрезании нужных моментов тебе, особенно если ты там лишнее слово сказала, его хочется удалить. С этим сложнее, конечно же. Возможно, еще недосконально изучил эту программку в телефоне. Ну, плакал, у меня теперь их два, и я, если надо, смогу смело монтировать, потому что эта программа у меня стоит и на одном, и на втором телефоне. Восьмой вопрос. Вдохновляет ли вас видео на других каналах? Да, вдохновляет. Я для себя на сегодняшний день сделала так. То, что меня разгрожает, то, что мне не нравится. Я отписалась от всех того, где мне было неинтересно. Просто так, чтобы они меня висели в подписках? Нет. То есть, те видео, которые я не хочу смотреть, которые я не жду блогеров, я не смотрю. Я убрала лишний раздражитель, я считаю, это ненужное. Если мне неинтересно, я не буду ходить, смотреть, не буду гадить, комментировать, как это делают другие люди. Есть это такие люди. Просто до сих пор у меня не укладывается в голове. У меня вышло видео на канале, вчерашнее видео в свяжем месте волшебство. Прошло только три минуты с момента публикации ролика, и человек поставил дизлайк. То есть, человек даже не удосужился досмотреть видео. Он решил, что ему это неинтересно. Да ладно, это ж его право, как я говорю. Тут уж такое дело. Девятый вопрос. Вдохновляют ли вас какие-то ситуации, случаи в жизни, ваши друзья и близкие? Да, очень меня вдохновляют. Меня вдохновляет моя семья. Подкидывает идеи. Сын, муж мне подкидывает идеи. Время, проведенное с семьей, очень сильно меня вдохновляет. Мне кажется, летом у меня огромная масса вдохновения, потому что мы намного больше летом находимся вместе с семьей. На улице, я имею в виду, мы-то и зимой находимся вместе, только просто дома. Мне безумно нравится, если мы куда-то выезжаем вместе, едем в машине, включили музыку, либо вообще музыка такая спокойная, тихая, в качестве фона, а мы о чем-то болтаем, обсуждаем. Это просто, знаете, заряд энергии получаешь колоссальным, заряд вдохновения. И тебе потом хочется творить, создавать и радовать своих близких, свою семью. Десятый вопрос. Назовите три фактора, влияющие на ваше вдохновение. Можно и больше. Первый фактор, вдохновляющий меня, это мои близкие люди. Это самые дорогие мои люди, это моя семья. Да, они меня всегда вдохновляют на что-то новое, на что-то интересное, на что-то максимально эмоциональное. Поэтому, да, я с удовольствием вдохновляюсь от моей семьи. Природа. Я обожаю выезд на природу. Мы уже не первый год практикуем с мужем выезд на природу. Ездили с сыном. В прошлом году даже получилось один раз поехать вдвоем, без сына. На природу, где нет доступа к интернету. И практически нет телефонной связи. Ребят, это потрясающе. Как колоссальный заряд энергии. Это суперская перезагрузка. И после этого, после такой перезагрузки, у тебя просто энергия бьет фонтаном. И ты перезагружаешься максимально. У тебя появляются новые идеи, новый взгляд, свежий взгляд. Поэтому всем настоятельно рекомендую отдых на природе. Вода меня вдохновляет. Очень люблю... Сейчас, секундочку. Что-то мне вот не складывается. Вдохновляюсь, вдохновляюсь. Все время она что-то новое и интересное. Возле воды. Возле водоема. Это для меня все. Я, когда еду на море, я могу сидеть часами смотреть на него. Мне безумно нравится вязать на море. Особенно лицевую гладь. Ты просто вяжешь, не задумываясь ни о чем. И смотришь, слушаешь шум моря. Это кайф. Вот. Вот это настоящий кайф. Общение с друзьями меня вдохновляет. С единомышленниками. Очень сильно вдохновляет. Ты заряжаешься. Я вам сейчас это все говорю. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я даже вот разговаривая с вами, делясь информацией с вами, у меня прям фонтан ключом вьет энергией и вдохновение. У меня есть что. Мне хочется еще поначинать кучу процессов. Сейчас я пойду начну третий процесс. Может, пока тормозну. А возможно, прям вот начну вязать, вязать и вязать. Все больше и больше, дабы создать шикарные изделия для своих любимых и близких. Всем огромнейшее спасибо за внимание. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Поддержите, пожалуйста, этот ролик пальчиком вверх. Не забывайте подписываться, если вы впервые на канале. А я вам говорю, до скорых встреч. И завтра вас ждет очень интересное видео. Не пропустите.